Эфир на канале Россия 1 продолжает программа Вести Хакасия. В студии Анна Ахпашева. Здравствуйте. И далее коротко о главных событиях дня. Первый раз в третий класс ученики станции Ербинская неожиданно узнали, что учиться теперь будут в другой школе. Причина стечения обстоятельств. Специалисты озвучили, из-за чего говорили конюшни с ливненными лошадями в Аскийском районе. Ливни, Грозы и Брат – все это предшественники Баблева лета в сентябре. Третьеклассники Ербинской школы 1 сентября отказываются идти на линейку. Дело в том, что администрация учебного заведения за три дня до начала занятий объявила родителям, что их дети будут ездить на занятия в город Сорск, причем не на школьном, а на рейсовом автобусе. За помощью мамы обратились в нашу редакцию. С ними встретилась Олеся Калиниченко. Неприятное объявление о переводе третьего класса из Ербинской школы в Сорску сделали 29 августа. Ни родители, ни школьники к такому повороту событий морально не были готовы. Причем мамам предложили отправлять детей за знаниями на рейсовом автобусе «Ербинская-Сорск». Тут же ставят нас перед фактом, что автобуса не будет, возить пока не будут. У автобуса двигатель сломанный. То есть мы должны еще собирать вот эти вот по 10 рублей билетики, дети должны приносить нам домой. Мы должны их клеить в тетрадочку на бумажечку. Потом нам администрация или кто там выплатит деньги за это. Нам не нужны ни деньги, ничего. Мы хотим, чтобы наши дети учились в нашей школе. Они учатся до трех, до четырех часов. Автобус только уходит обратно с города, получается, один раз. Если ребенок на 5-10 минут задержался, значит, ребенок остался без автобуса. А если он в этой столовой проел денежку, которую ей оставляли на обратный путь, на всякий случай, значит, ребенок будет пешком. За помощью жители Ербинского обратились в Министерство образования республики на встрече с министром Галиной Салата. Стало ясно, что претензии родителей вполне обоснованы. Абсолютно неправильно то, что вы сегодня об этом узнаете накануне учебного года. И второе, как мне сейчас сказали, вопрос на еда транспорта, что предлагают ехать на общественном транспорте. Ни один ребенок не может ездить на общественном транспорте, он может ездить только на школьном специализированном транспорте. Министр пообещал сегодня же выяснить, почему учеников третьего класса Ербинской школы в столь спешном порядке без предупреждения перевели в Сорск. Возможно, одна из причин – низкая наполняемость класса, всего 9 человек. Вот так вот на ходу я сегодня не могу сказать, насколько законны и в действии. Каким образом была предупреждена учительница. Потому что учительница знала об этом, не знала. Если ей дают какой-то другой класс – это один вопрос. Если ее незаконно сегодня сокращают накануне учебного года – это другой вопрос. Поэтому я сегодня обязательно эту тему мой орган отдел надзора выяснил и ответ мы вам дадим по вашим контактным телефонам, которые вы доставите нам сейчас. В министерстве сдержали слово. К вечеру результаты проверки показали, что закрытие третьего класса в Ербинской школе незаконно. Класс пообещали сохранить и оставить детей в родной сельской школе. Олеся Калинченко, Антон Новожилов, Вести, Хакасия. Канюшни Ивана Мендибекова в Аскизском районе загорелись от короткого замыкания в электросети. Такое заключение сделали специалисты. В прокуратуру направлены материали об отказе в возбуждении уголовного дела. Напомним, 2 августа при пожаре в Канюшне погибли около двух десятков элитных лошадей. Накануне происшествия в районе прошел сильный ливень. Из-за сырости, видимо, и случилось короткое замыкание электросчета. Начался пожар с сильным задымлением. Пламя распространилось буквально за 20 минут. Сотрудники Канюшин пытались спасти животных. Часть даже удалось вывезти. Однако 19 лошадей погибли в огне. По данным специалистов Центра занятости, ежегодно к ним обращается до полутора тысяч людей с ограниченными возможностями здоровья. Пусть это незначительный процент от общего количества безработных, но эта категория граждан особая. И внимание ей в части трудоустройства тоже особое. Так, сегодня в Абакане впервые открылась республиканская ярмарка вакансий. Десятки предприятий предлагают места. Константин Кравцов подробнее. Сегодня в драмтеатр идут совсем не зрители, а соискатели. В культурном заведении первая ярмарка рабочих вакансий для людей с ограниченными возможностями. А машинки шишлейные не умеете наложить? Какой-то опыт есть? Есть опыт. Более 30 работодателей самых разных направлений. Только Абаканский Центр занятости выставил тысячу вакансий. Здесь и коммунальная сфера, и производство, и медицина, и даже МЧС. У нас есть программа «Доступная среда по работе с инвалидом». И мы по высвобождению вакансных должностей будем предлагать должности обеспечивающих специалистов, таких как, допустим, бухгалтера, заведующие складами. Помимо вакансий, варианты профессионального обучения представили шесть учреждений. Например, по профессиям бухгалтер, парикмахер или электромонтер. И судя по количеству пришедших, работать люди с ограниченными возможностями готовы. Как сами говорят, все лучше, чем сидеть дома. Лично я инвалид первой группы, я человек с высшим образованием и с большим удовольствием применила бы свои знания где-нибудь. Просто я учитель, являясь инвалидом по зрению, у меня не получается просто по специальности себя применить. Так или иначе, в очереди Центра занятости сегодня состоят сотни инвалидов. Чтобы решить проблему, в республике существуют квоты, когда предприятие обязано предоставить рабочее место. Но это касается лишь тех организаций, где работает больше ста сотрудников. Но, очевидно, власти намерены сделать программу более широкой. Мы уже готовим изменения в республиканский закон, по которому квота будет устанавливаться на предприятиях с численностью работающих свыше 35 человек. Это позволит дополнительно заквотировать 700 рабочих мест. Виктор Зимин также подчеркнул, не исключается возможность налоговых льгот для предприятий, где трудятся люди с ограниченными возможностями. Но главное работодатель должен понимать, вместе с этим он получает сотрудника, который оказывается не хуже других. Инвалиды уже всем давно доказали, люди с ограниченными возможностями, благодаря своей воле, имеют возможности неограниченные. Константин Кравцов, Алексей Голубев, Вести Хакасия. Штормовое предупреждение объявили синоптики Хакасского гидромедцентра. Сегодня вечером и завтра в субботу ожидаются дожди, местами очень сильные, ливни и грозы. Возможен град, усиление северо-западного ветра до 15-20 метров в секунду. А преподнесет ли погода приятные сюрпризы в сентябре, узнал Виктор Лушников. Сегодня последний по-настоящему жаркий летний день. Давление уже с утра пошло на спад, его минимум ожидается к ночи. И в это же время, как ожидают синоптики, над Хакасией пройдет холодный фронт. Зонтики будут актуальны всю субботу. При прохождении холодного фронта 31-го ожидается повсеместно дожди, местами сильные и очень сильные. И завтра похолодает до 15-20. 1-го и 2-го по республике ожидаются заморозки до минус 1-го, а 2-го днем вновь потеплеет. Обильные дожди, как предполагают гидрологи, не должны привести к резкому повышению уровня рек на территории Хакасии, поскольку сейчас воды в них значительно меньше критического уровня. Единственная опасность, если циклон уйдет в сторону Тывы. Но и в этом случае значительного подъема уровня Енисея не предвидится. Уже с понедельника 2-го сентября, по данным синоптиков, погода начнет налаживаться и в Хакасию придет бабья лето. В первой декаде в отдельные дни будет стоять летняя жара до 28 градусов тепла, во второй плюс 15-20. Ночами будет уже холодно, 3-8 градусов. Настоящую осень синоптики ждут в третьей декаде. Ночами заморозки, днем воздух прогреется всего до 8-13 градусов тепла. К этому часу у меня все новости. Напомним, с понедельника возобновляются дебаты кандидатов на пост главы республики и депутатов Верховного Совета. Начало в 10 часов 30 минут. Не пропустите. Хороших вам вестей. Увидимся.